Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы разберемся с особенностями умной станции под управлением голосового помощника Алиса. Человечество безостановочно движется в будущее. Робототехника развивается с немыслимой быстротой. Если несколько лет назад роботы даже нормально ходить не могли, то сейчас они вовсю взаимодействуют с окружающим миром. Появляются электромобили, которые делают эксплуатацию авто более экологичной. Но никто даже и не задумывался, что сейчас мы сможем общаться с роботами, давать им различные задания, которые они будут с легкостью выполнять. Но разработчики умеют удивлять, а потому на свет появилась умная станция Алиса от компании Яндекс. Итак, в этом познавательном видеоролике мы разберемся, что это такое, что может умная станция, ну и заглянем внутрь данного девайса. Итак, поехали. Итак, давайте выясним для нас, что это такое. Своего ассистента для приложения под именем Алисы компания выпустила уже давно. Так многие пользователи смогли скачать приложение Яндекс на свои мобильные гаджеты, где в комплекте шел ассистент Алисы, который помогал людям. Она могла включить будильник, поиграть с вами, поболтать, найти что-то в интернете и так далее. Список ее функций достаточно большой, и все они выполняются малоеносно. Нужно лишь, всего лишь попросить. Умная станция Алиса – это тот же ассистент только уже не на экранах ваших мобильных телефонов, а полноценная станция, список возможностей которой в разы увеличен по сравнению с мобильной версией. Работает данная железяка при наличии интернета. Итак, давайте выясним, что может умная станция. Список возможностей робота Алисы достаточно велик. Вы можете попросить ее найти что-то в интернете, ассистент продиктует вам всю нужную информацию. Если захотелось послушать музыку, а искать телефон или искать нужный плейлист долго, то можно попросить об этом Алису, ведь в базе Яндекс.Музыки имеется огромное количество плейлистов для самых разных занятий. Также базу постоянно пополняют, добавляя новые хиты. Если же вам скучно, то вы можете поболтать с Алисой, а тем для разговоров в ней очень много. Иногда пользователи даже сомневаются, точно ли с роботом они разговаривают. Также можно скоротать время с помощью игр, запас которых у умной станции огромный. Сверху можно отметить две кнопки. С помощью той, на которой нарисован микрофон, вы можете его отключить. С помощью другой можно сразу обратить внимание ассистента к себе. Пользователи отмечают, что полное выключение станции происходит лишь если выключить ее из сети 220 вольт. Двигаемся дальше. Ну а теперь давайте рассмотрим звук и дизайн станции. Хотелось бы отдельно уделить внимание звуку и тому, как он реализован у данного гаджета. За цену, равную 10 тысячам рублей, пользователи получают достаточно некачественный звук. Никто не спорит, что это обычный компаньон, который помогает в делах по дому, но за 10 тысяч рублей можно было бы поставить колонки и получше. Сами же производители говорят, что для лучшего звучания лучше снять кожух данного гаджета. Но без него станция смотрится не очень презентабельно, да и делая это снять кожух довольно-таки непростое. Тут нужны технические знания. Дизайн же у Алисы достаточно хороший. Доступны несколько раскрасок кожуха. Фиолетовый, темно-серый, белый. Нет никаких каких-то замысловатых рисунков и логотипов. Все просто, но со вкусом. Как говорилось ранее, кожух у колонки лучше не снимать, так как сразу оголяются все железные внутренности лунной станции. Но при этом дизайн не скопирован с западных аналогов, а сделан по-своему, что не может нас не радовать. Также можно еще попридираться к данному гаджету. Адаптер питания довольно немаленьких размеров применяется по сравнению с нынешними аналогами. При включении его в сеть гаджет перекрывает соседнюю розетку, что довольно неудобно. Что еще не очень приятно, в комплекте нет никаких специальных наклеек, которые идут в комплекте у той же компании Apple. Комплектация довольно-таки простая. Сама колонка, HDMI кабель применяется, блок питания и некоторые инструкции по пользованию умной станции. Вот и все. Железяка довольно-таки интересная, перспективная и вы знаете, она мне нравится. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, с нами будет интересно.